Чага – это один из просто вот, что у меня стоит вот наравне, а то, может быть, даже и выше ежовика, чага у меня вот просто до пьедестали. Сколько его не изучали, ноль токсинов. Нету вообще. Одна польза. В каждом доме must have должна быть обязательно чага березовая или инанутус абрикус. Снимает болевые синдромы, спазмы, мышечные спазмы, суставные боли. Есть даже прям вот делают, не знаю, припарки с чагой. Если ты его пьешь на постоянной основе в течение месяца и больше, особенно в осенний, весенний-осенний период, то вероятность того, что ты заболеешь этими ОРЗ, ОРВИ, вот этими вечными соплями и всем остальным, то она просто очень быстро снижается к нулю. То есть, если вы месяц, каждый день, как минимум один раз в день пьете чагу, очень интересно ее заваривать. Просто закидываешь несколько ложек в термос, либо в этот какой-нибудь сосуд, заливаешь кипятком, просто потом сверху доливаешь кипятка постоянно. И вот вам готовый чай. То есть, пьете чагу как чай. Кстати, финны в 60-х годах прошлого столетия чагу вообще начали пить как кофе. То есть, они начали заменять чагой кофе. В чаге содержится 20 установленных, 29 различных полисахаридов, то есть веществ, которые борются против рака. Вот человек находится на химиотерапии, на лучевой терапии, да? Еще ему врачи в Америке рекомендуют пить чагу березовую. Ну, а если я на химиотерапии? Это иммуномодулятор для того, чтобы зимой не болеть просто. Вот зато не ходите, не нодичь, что у тебя там сопли текут, нос забит. Интересный случай, что в советские времена чага в обязательном порядке была введена нашим спортсменам. Ну, как пищевая добавка, когда они постоянно выпили вместо чая и начали показывать более лучшие результаты на различных соревнованиях, в том числе и международных. Давай, наливай. Это же пищевогов. Пару дней назад я валялся с температурой 39, да? И чага это такой обязательный компонент для быстрого выхода из этого состояния. То есть, когда вы болеете, самые здоровые люди болеют. Это нормальная история, да? Что когда приходит какой-то вирусный агент, инфекционный агент, мы живем в микромире и постоянно с ним сталкиваемся, и даже супер самый здоровый человек может вдруг заболеть и заболеть с достаточно высокой температурой. Это наоборот говорит о том, что очень хороший иммунный ответ. И вот тут мне чага в помощь. Тут я просто ее пошел, заварил, в протяжении полутора суток пил комплексной терапии, про которой я рассказываю у себя в телеграм-канале. Снял даже целое видео, где я об этом подробнейшим образом рассказываю. Ссылку на этот пост я оставляю в описании под этим видео. Ноль противопоказаний, ноль побочных эффектов. Пейте с любого возраста. Для профилактики его нужно пить 100%. Осенний период, сентябрь месяц, будьте добры, или начиная даже с августа, начинайте поить своих детей чагой березовой. Как его пить? Лично как я советую, рекомендую его брать лучше в порошке. Можно взять, конечно, кусковой, есть такой кусковой прям чагой, но лучше в порошке. Закидывайте, самое идеальное, если вы закидываете там одну-полторы столовые ложки на литр-полтора воды в термос, заливаете кипятком, оставляете буквально на 20-30 минут, все, у вас готовый раствор, и в течение дня можете его пить. То есть с этим термосом входите и вместо чая, вместо кофе пейте чагу. Купить его можно у меня в магазине ruslamazgutov.com. Переходите по ссылке, которую я оставляю в описании под этим видео. Почему именно у меня? Да потому что я очень сильно слежу за качеством, и вот те продукты, которые представлены у меня в магазине, пью лично. Я, моя семья, мои близкие, мои дети, моя теща, моя мама, все вокруг. Еще со времен, когда я работал в хирургии, я всегда подходил из принципа такого, вот сидит передо мной пациент, я думаю, вот надо ему делать операцию или не надо, да? Какую нужно делать операцию? Я взвешиваю все за и против, и что-то ему предлагаю. И предлагаю из принципа того, что передо мной сидит мой самый близкий человек. То есть, например, передо мной сидит супруга. И здесь то же самое, я продаю только те продукты, да, только те БАДы, те грибы, которых я уверен на 100% и которые работают и приносят пользу для человека.